Глава Кабмина отметил, что хорошую динамику по освоению выделенных средств видит в Павлодарской, Октябрьской и Казладинской областях. К слову, мы собрали все самые актуальные и свежие события в экономической и финансовой сфере. Дальше новости экономики. В Казахстане в первом полугодии, по данным Нацбанка, продажи американской валюты в обменных пунктах составили 656,9 млрд тенге. То есть, настолько больше население потратило на покупку долларов, чем выручило от их продажи. Сумма не маленькая, но год назад она была куда выше – 882,5 млрд тенге. Дефицит валюты, спрос со стороны не только населения, но и релакантов. Скачки курса и многие другие факторы исказили картину. Стоит отметить, показатели выросли в Астане, в Казлардинской и Туркестанской областях. Согласно статистике, около 15 тысяч иностранцев работают в Казахстане. А если быть точнее, то это более 14,7 тысяч человек. Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3729 человек, Узбекистан – 1967, Индия – 1461, Турция – 1454 человек. Национальный банк Казахстана выпустил в обращении коллекционные монеты Темырбек Жургенов Жюжерма Бешил из серии «Выдающиеся события и люди». Реализовывать монеты планируют через интернет-магазин «Нацбанка» с 26 июля. Монеты выпущены к 125-летию деятеля культуры и искусства Казахстана Темырбека Жургенова. Он был первым министром просвещения Казахстана, благодаря которому в 1934 году в Казахстане приступили к строительству сразу шести крупнейших вузов Казахстана и Центральной Азии. Монеты изготовлены номиналом 100 тенге, тиражом 10 тысяч штук.